Моё утро почему-то неизменно начинается с кухни. Здесь жарится яичница. Здесь я всегда ставлю суп. У меня в данном случае рассольник на мясе индейки. Буду врезать авокадо и помидорку. Как начинается моё утро? А как начинается ваше? Вот такой завтрак сегодня у нас. Обыкновенная яичница, кофе. Я в последнее время очень полюбила авокадо. И на хлеб его мажу, и просто могу посолить, съесть. Вот он у меня уже потемнел, надо его доедать. Сегодня куплю новый. Очень вкусный, кстати, продукт. Почему-то я раньше его недооценивала. Ну всё, всем приятного аппетита. Всем привет, у нас сегодня верное воскресенье. Мы выехали за продуктами. Вот соседний Магнит, за мной магазин. И немножко продуктов закупились. Денис как раз оплачивает сейчас там на кассе. Хотелось бы ещё в фикс прайс заехать за порошком. И за вербой бы. Ну не знаю, Денис меня повезёт в церковь или нет. Всех поздравляю с вербным воскресеньем, с этим светлым праздником. Счастья вам и здоровья. Идём. Идём. Идём, идём. Выхожусь в фикс прайсе, сиди. Идём, идём. Внизу сказали, тебя можно покормить. Идём. Идём. Идём сюда. Вон... Вдём. Идём. Огни. Идём. вон она кушает в церкви купила свечки купила все и иду Денис поехал в магазин напротив за порошком я забыла камеру в машине приходится снимать на телефон не знаю как будет съемка насколько видно церковь закрыта без прихожан служба проходит в связи с вирусом еще купила иконку которую мне давно советовали она называется нечаянная радость но взяла самую обычную маленькую дома поставлю показывать не буду у нас тут варится рассольник и пытаемся очередной раз сделать шаурму не знаю что получится в этот раз может быть опять нифига не получится мы не специалисты мы просто показываем как мы делаем в принципе так же как и все морковча капуста больше овощей и чуть-чуть корейская морковь не все это понимают все говорят морковча кто говорит корейская морковь какая разница короче морковка помидоры не нарезала их надо мелко что положи так какая разница можно было конечно купить я за этим не вошел полгорода пошла чтобы его найти можешь еще себе сделать жарить есть? включила скорбку? да что я наверное с завтрашнего дня на этой неделе до паски буду убираться буду расхламлять кухню буду убираться в ящиках буду убираться в ящиках и буду вам показывать в ящиках тоже все я сегодня смотрю все черти как посуда вся перепутана все лежит неправильно не по тем ящикам и надо фасады протереть сегодня я запланировала сделать очищающее средство своими руками попробую из водки и завтра все перемою наверное по комнате вот так потихоньку надо будет расхламиться весеннее расхламление так скажем холодильник я помыла поэтому нужно будет в шкафчиках все протереть все сложить заодно может быть кто новые зрители посмотрят как устроена кухня старенькие наверное уже видели не один раз кто-то из новеньких просил у меня кухню показать поэтому поэтому в полках реально бардак потому что я последний раз убирался еще дениса не было а с ним ты на вахте был и уже два месяца ты дома и захламил мне всю кухню а да быстрее да от тебя не избавишься еще перед дома или до июня так что придется убираться то шаурма готова и и и и горбатый нам понадобится водка я купила вот такую за сто двадцать за стою 12 что ли рублей сама маленькая уксус вода и какое-нибудь эфирное масло у меня вот эфирное масло лаванды взяла фикс прайсе мерная емкость и вот такая брызгалка у кого какая есть у меня вот такая я вылила отсюда средства все нужно брать в равных пропорциях я буду брать по одному стакану наливаю стакан водки стакан воды и по идее нам нужен стакан уксуса но я сокращу уксус до где-то полу половинку стакана только налью в рецепте было написано что уксус можно сократить уксус и капаем туда 10 капель лаванды и 10 капель лимона если у кого есть но у меня нету поэтому 20 капель лаванды лимона масла у меня нет и выливаем в емкость которую у вас есть этим средством можно дезинфицировать любые поверхности кухонные ручки дверные то что вы трогаете ежедневно я смотрите что сделала у меня было филе красного окуня сегодня окуня разобрала филе потому что вытащила чтобы делать как пожарить окуню но я поняла что я хочу котлеты в общем было филе булка размочена в молоке и я чтобы не доставать из-за такого количества и мясорубку блендер короче часть взяла и погружным блендером обычным сбила и меня тут лук булка и филе рыбное сейчас буду делать рыбные котлеты достану панировочные сухари я очень надеюсь что у меня все получится запарили сегодня гречку вчера перловку запаривали сегодня гречку очень нравится такой способ сейчас разговаривала со своей подругой с беременной исследовала уже тоже забеременела и почти 40 проблема начались в плане того что там головные боли сильные вот об этом разговор был про здоровье и она говорит я горит еще так переживаю сейчас горит такой период вот у меня беременность выдалась на такой период я и говорю наш курлен я сейчас уже вот думаю что может быть с одной стороны хорошо что у нас это не получилось тогда потому что говорю я со своей мнительностью я бы вообще грунт наверно не выносила вот в этот период с этими нервами не представляла часто кто беременный вообще на улицу не выйти эти маски задыхающиеся и так женскую там не знаю по расписанию под предыдущим видео мне многие написали не бойся выходи в эфир спасибо вам большое за поддержку я даже не думала что он у меня столько желающих пообщаться надо наверно как-нибудь собраться с мыслями и выйти все таки я подумаю над этим еще очень частый вопрос у меня как мы с денисом познакомились все банально ребят мы познакомились в тире познакомились очень давно мне было 15 лет денису 17 сейчас мне 35 то есть мы уже знакомы 20 лет мы кто у меня давно смотрит знает мы занимались полевой стрельбой это такой спорт это не то что там по тарелочкам пострелять как многие привыкли слова тир что это просто развлечение нет есть такая такой вид спорта полевая стрельба даже в олимпийских играх он существует там тоже олимпийские чемпионы по полевой стрельбе и так далее вот мы занимались конкретно спортом и на соревнованиях побеждали занимали призовые места ездили по разным городам в уфу белорецк кто уфе кто уфимские знают вас гостелло есть этот падион такой там тир поэтому вот так мы и познакомились правда встречаться стали не сразу 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 но были свои там подруги у меня свои друзья потом уже позже но верно мне уже лет 20 было да мы вдруг решили вот такие котлетки у меня получились сейчас попробую пожарить главное чтобы не развалились то я не яйцо ничего не добавляла яйцо главное вытащила и не добавил сейчас еще будем курицу разделать и еще буду печь пирог денис уехал если честно мы немножко поругались поэтому тащила сумки одна поехала принципиально с ним это все от того что уже крыша едет на этом карантине уже не знаешь что нужно вообще не сидит без дела для него вот просто сидеть на на месте это ужасно вот нужно что-то делать пила я бройлера сейчас нужно будет его разделать потому что иногда хочется пожарить просто курица а ее нет из такой курицы я ну только я ее же основном жарь я увидел что люди с нее варят борщи там супы я не знаю мы не привыкшие с такой курицы варить суп я не понимаю я даже у кого-то спросила что вы варите суп из бройлера и потом сама зачем спросила думаю человека обидела я ничего против этого не имею на крылышко на эти крылышки отдаю кошкина иди играй в основном их больше играть чем есть я ничего против этого не имею конечно же но мы как-то не приучено у меня не мама никогда не варила и там подруги вот у меня сколько друзья не знаю никто не варит суп из бройлера мы привыкли что бройлер это для жарки курица а для бульона есть суповые куры специальные вот эти которые синюшные и жесткие но из них хороший бульон зато а из бройлера я не представляю какой может быть бульон конечно сейчас все куры напичканы антибиотиками но бройлер так подавно поэтому у меня он только для жарки а бульон я варю из суповых куриц могу вот эту спинку еще положить дополнительно если варю например с говядиной могу еще бросить вот эту вот часть спинку потому что ну не выкидывать же ну так чтобы прям из бройлера варить хотя может не знаю при нашей жизни что может короче так я еще могу стете олиного бройлера сварить это тетка которая в деревне она нам продает своих бройлеров но я знаю тетку я ничего не говорю что сейчас тоже и деревенские наверное там пичкают я просто знаю это тетку что она не приемлет никакую химию она даже картошку собирает ой жуков на картошке она собирает этими руками я думаю что курей которых она сама ест и нам дает продает она их точно не будет ничем травить я видела чем она кормит там овес закупает денис ей пару раз привозил так остатками со стола какая-то грязная курица странно здесь внутри прям грязь хотела вам показать вот эту штуку я не знаю вот вы вот эту попку идите или нет я ее отрезаю полностью но если вы ее едите то отрезайте хотя бы вот эту часть вот видите вот эта штучка вот так надо отрезать потому что здесь вот ведь вот они сальные железы которыми птичка смачивает свои перышки и они очень плохо пахнут так специфически если вы попку идите то хотя бы вот эту штуку надо вырезать я тоже когда-то не знала если вы варите тем более вот она жестенько ее видно вот это вот надо врезать вот железа она так специфически пахнет и может вам весь все блюдо испортить но я вообще не ем эту попу я ее вообще отрезаю хвостик вернее когда это так пахнет классно давно не ела на мне котлеты так что теперь теперь будем срезать филе грудки вот котлеты вполне себе нормально перевернулись здесь филе рыбы четвертинка луковицы и кусочек батонной размоченного в молоке все ни яйца ни манки ничего такие получаются котлетки рыбные пока это то что у меня вот филе грудки это все пойдет тушить что-то или на суд не знаю и вот у меня голяшки ляжки и крылышки эту часть и обрезают даю кошки сейчас я все по мешочкам разложу что я делаю ребята я хочу сделать тертый пирог мы тоже подготовила тесто половина в холодильнике лежит сейчас буду эту часть раскатывать у меня тертый пирог не с вареньем а с ягодами у меня здесь облепиха и слива в общем то что у меня из заморозки осталось я использую это жидкое конечно я не смогу использовать поэтому как я загущаю начинку никому америку не открою тоже я узнала это просторах интернета не сама придумала в общем берем вот такое жидкое если у вас варенье или ягоды какие то если у вас есть если из холодильника нужно немножко подогреть у меня вообще с морозилки было поэтому я подогреваю нужно будет положить туда столовую ложку манки подождать 20 минут и потом прокипятить еще две минутки и начинка готова все ягоды я прогрела выключаю они у меня чуть теплые и добавляю столовую ложку манки перемешиваю и жду минут 20 чтобы манка набухла вот показываю во что превратилась моя начинка но если честно я добавила сюда еще одну столовую ложку манки и проварила минут 10 как обычную кашу потому что у меня видимо слишком жидкая была как вода с вареньем наверное прошло бы и по-другому теперь раскладываю начинку надо было конечно сначала на лист положить меня облепиха и слива наверное очень будет вкусно с яблочным вареньем но у меня его нет даже не с вареньем а с джемом вторая часть теста которая находилась в морозилке мы ее просто прям на терке все этот рецепт знают все готовят кислая такая начинка получилась прям как я люблю я вообще люблю кислое больше чем сладкое шоколад люблю с кислыми всякими начинками фруктовыми с клюквой я обожаю шоколад или с цедрой апельсина не люблю с вареной сгущенкой вот всякие там рогалики или шоколад это не моё люблю все с фруктами с кислинкой все духовка на 180 градусов у меня чуть чуть меньше 180 мне где-то 150 будет ребят мой перо готов надо было вверх включить побольше чтобы зарумянилось из-за того что я добавила манку вот увидите ничего не вытекло сейчас я его порежу сразу пока он горячий потому что потом он будет крошиться и ломаться такой пирожок с облепихой к чаю